3 февраля в Ленинском округе стартует благотворительная акция «Мы вместе можем помочь». И сегодня у нас в гостях ее организаторы Анатолий Даньшин, генеральный директор благотворительного фонда «Ратибор» и заместитель генерального директора благотворительного фонда «Ратибор» Александр Котов. Анатолий Михайлович, Александр Петрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об этой акции. Ну, прежде чем рассказать про акцию, наверное, коротко расскажу про фонды. Фонд наш существует около 20 лет. Мы оказывали значительную гуманитарную помощь для начала жителям городского поселения Горки-Ленинский, Ленинскому району. И с начала специальной военной операции к нам поступало очень много обращений от неравнодушных граждан с просьбой, как, куда, что передавать денежные средства, материальные средства, перечисления пожертвований и так далее. И мы разработали соответствующую программу «Мы вместе помочь», которая направлена на реализацию этих предложений. И с этого момента мы начали совершать гуманитарные конвои на территории Луганской Народной Республики. В настоящий момент, сегодня у нас часть этого груза уже, который мы собираем по акции в Ленинском районе, часть груза уже ушла, одна машина поехала, она будет, завтра она уже будет на территории Луганской Народной Республики в городе Первомайский. Она туда повезла отправленный груз, который мы здесь собрали, а непосредственно туда будут доставлены более 9 тысяч книг, в которых остро нуждаюсь, так как книги украинскими националистами на русском языке были практически все уничтожены. И антисептик туда еще отправляем, более полутора тонн, и теплые вещи жителям Луганской Народной Республики. Александр Петрович, расскажите подробнее, кому именно будет оказываться помощь, я знаю, вы о каком-то определенном городе можете рассказать. Да, значит, у нас по двум направлениям идет помощь гуманитарная. Это военным, бойцам Народной милиции ДНР, это военная помощь, которая им помогает в боях, и жителям пострадавшим. Генераторы, печки, буржуйки, утеплители, они строили из наших материалов обогревочные пункты для людей, потому что у них нет ни воды, ни света, ни тепла. И они в первую очередь попросили именно для обустройства этих обогревочных пунктов материалы, мы им отвезли. Кроме того, мы с ними договорились, что мы будем ставить в ближайшее время обелиск памяти погибшим там. Там есть хорошее место, большая площадь, будет гранитный обелиск с именами погибших людей. Как может помочь житель Ленинского округа? Что ему нужно для этого сделать? Куда прийти? В настоящее время мы проводим акцию «Напиши письмо нашему защитнику», нашим защитникам вернее, и окажем их по мере возможности материальную или денежную помощь. У нас совместно с Молодой гвардией «Единая Россия» организованы три точки, где эта акция будет проходить, непосредственно в городе Видном, и более семи точек организованы по городу Москве. Почему мы выбрали город Видный? Ну, прежде всего, те акции, которые мы проводили раньше и организовывали сбор пожертвований, жители города Видного, очень неравнодушные люди, они оказывали большую помощь. И в виде пилотного проекта мы решили для начала в городе Видном все это провести. Дальше эта акция будет распространяться по мере возможности на остальные города Подмосковья. Давайте назовем адреса, куда жители могут проходить. Непосредственно в Видном она будет проводиться ежедневно с 3 по 15 число в торговых центрах «Курс», торговый центр «Ларец» и торговый центр «Горки», это в Горках Ленинские, с 16 до 20 часов. Если говорить о простых жителей Луганской народной республики, что им требуется, что нужно, что вы советуете переносить? На каждой точке у нас висят непосредственные плакаты, на которых написано, что можно приносить. И непосредственно на входе волонтеры будут раздавать листовки нашего фонда и молодой гвардии на России, на которых есть все записано, непосредственно, какие пожертвования можно совершить и куда это все приносить. Если кто-то хочет в процессе акции непосредственно принести дополнительно, указан наш сайт, указаны наши контактные телефоны. Мы всегда готовы подъехать, и любую помощь человеку тяжело принести, мы готовы забрать. Александр Петрович, давайте все-таки назовем, что самое необходимое, 10 таких самых вещей. В первую очередь это теплые вещи, предметы гигиены, продовольствие, продовольствие разнообразное. Вот, например, быстрого питания, приготовления, пакеты доширак, еще какие-то. То, что не портится долго, да? Для военных это, ну, горелки, допустим, газовые баллончики. Почти две недели будет идти акция. Какая дальнейшая судьба этого гуманитарного груза? То есть вы сами, я так понимаю, повезете, да? Дальнейшая судьба у нас планируется отправка двух или трех полностью загруженных КАМАЗов с этими грузами. Ориентировочный срок отправки это 15-16 февраля. То есть мы хотим эти подарки людям и гуманитарную помощь привезти к празднику 23 февраля, День защитника. Каждый может оказать помощь. По сильную помощь, да, и мы уже будем выражать нашу благодарность всем этим людям, которые окажут по сильную помощь в достижении полной победы. Спасибо. Ждем видновчан. А я напомню, что у нас в гостях были генеральный директор благотворительного фонда Ратибор Анатолий Даньшин и его заместитель Александр Котов.